Два часа джазовой программы от королевы самбы. Концерт Тани Марии прошел в Тбилиси с большим успехом. Бразильский квартет вместе с грузинским гитаристом и уроки вокала для слушателей на представлении в большом концертном зале побывала съемочная группа РТВ. Она получила мировое признание в далеких 80-х годах и стала одной из самых популярных и узнаваемых исполнителей джазовой сцены. Бразильянка Таня Мария привнесла в это широкое понятие джаз национальные латиноамериканские мотивы. Эта музыка не оставила равнодушными и слушателей в нашей стране. Таня Мария посетила Грузию в четвертый раз. До этого певица, пианистка и композитор выступала перед грузинскими любителями джаза в 1995, 2002 и 2008 годах. У меня самые-самые-самые приятные впечатления, приятные воспоминания, потому что на всех четырех концертах я была с первого ее приезда. И всегда это дает только положительные эмоции. Кроме того, что она виртуоз, это большой позиции. Квартет, состоящий из двух мелодических и двух ударных инструментов, приковал на два часа внимания переполненного концертного зала Тбилиси. Клавишный и вокал Тани Марии переливались с мелодическим басом, который с одной стороны дополнял музыкальные рисунки, а с другой и давал основу ударным и перкуссии, которые создавали ритмическую пульсацию бразильской самбы. Чтобы понять эту музыку, совершенно не обязательно быть большим знатоком самбы. В зале присутствовали и представители профессии, казалось бы, далеких от джаза. Мы все огромное удовольствие получаем. Если не ошибаюсь, она не впервые появилась, но, к сожалению, я только первый раз смотрю на этот концерт. И если вы меня сейчас отпустите, я быстренько зайду и послышу ее. Одну из композиций Тани Мария исполнилась грузинским музыкантом. Гитарист Гео Пейкришвили выступил в дуэте с легендарной певицей. Вряд ли у Пейкришвили и Марии было много времени для репетиций, однако композиция прозвучала удивительно слаженно и гармонично. Не обошлось и без музыкальной игры со зрительным залом. Таня Мария преподнесла несколько вокальных уроков, которые не только помогли зрителям улучшить свои музыкальные способности, но и войти в более близкий контакт с исполнительницей. Я бывал на концертах Тани Марии как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Всякий раз она поражает меня своей энергетикой, и я получаю огромное удовольствие от ее музыки. Грузинские зрители очень тепло приняли певицу и охотно ей подпевали. Сам визит певицы был приурочен к открытию в Тбилиси первой музыкальной бизнес-компании «Браво Рекордс». Эта студия и одновременно издающий лейбл – большой шаг в развитии в нашей стране музыкальной индустрии. А потребность в ее развитии, очевидно, существует. Наглядное подтверждение чему – любовь грузинских служителей к по-настоящему качественной музыке. На этом у нас все.